Вы смотрите программу World Fashion News и с вами, как всегда, я, Ксения Базанина. В ближайшие несколько минут я расскажу вам все о самых актуальных и модных светских событиях. Самый искренний журнал о моде и светской жизни Татлер отмечает свое десятилетие. Поздравить любимое издание с юбилеем сегодня пришли звезды кино, эстрады и телевидение, а также самые яркие личности страны. Как выглядели на мероприятии Мария Федорова, Валентин Юдашкин, Ксения Собчак и другие друзья Татлер, вы увидите прямо сейчас. Журнал Татлер появился 10 лет назад в России, тогда, когда светское общество, оно, в принципе, уже сформировалось. Оно было готово к журналу о себе, оно хотело над собой смеяться, оно хотело о себе читать. И вот наконец-то появился журнал, который рассказывал об этих людях. Не сразу он был принят так однозначно, потому что всем очень нравилось читать и смеяться над другими. И как только доходило дело до них самих, иногда обижались. Ну вот мы постепенно все эти 10 лет работали над тем, чтобы у людей развелось такое важное качество, как самоирония. Вот поэтому сегодня мы проверим, как у них с этим делом обстоят дела. Ксюша, отличный главный редактор, она столько посвящает эмоции жизни, себя, этому проекту. И вот для всех московских девушек, мне кажется, Татлер – это, конечно, их библия. Татлер – это очень живое издание, которое как бы весть из полей, очень объективный, интересный, где отличное письмо, где есть журналисты, что очень важно. И хорошие фотографы. Ксения – одна из самых ярких, ну и вообще девушек на глянцевом небосклоне, но она одна из самых ярких журналистов. На самом деле, самое ценное в ней не то, какие роскошные у нее волосы, и как она всегда прекрасно выглядит, и как она классно играет в теннис, но самое ценное в ней, что она классный журналист. Поэтому я ее безмерно уважаю, люблю. В общем, Ксения, я тебя поздравляю, потому что, правда, успех. Я даже иногда ревнула, конечно же, к тому, насколько ярко одеваются девушки на мероприятия Татлера. И более модно, но чуть более спокойно на мероприятия Бога. Вы давно перестали понимать современное искусство? Или и не понимали? Стоп без паники! Рекомендую попробовать еще раз. С выставки молодого художника Александра Куполяна. Его творчество идет наперекор труднообъяснимому концептуальному современному искусству. Смотрите сами. Первый раз, когда увидела работу, особенно их формат, я увидела огромные шедевры. Не как будто бы они написаны очень давно и много лет назад. Я просто увидела какую-то реакцию на прошлое. Оно не может быть без прошлого. В современном контексте огромные шедевры, которые мне показалось здесь вернулись, и их нужно показать. Это картины, которые я писал все-таки с моментом внутреннего понимания этой темы. Потому что я представляю человека тоже как город, который зарождается, растет, переживает какие-то моменты разрушений, опять рождения. И, в общем, человек это тоже горы. Современное искусство, несовременное искусство, для меня все это прекрасно. Я это все очень люблю. И без этого я не вижу существования даже мое. Потому что я всегда радуюсь тому, что люди что-то создают. Я делаю исключительно, что меня волнует. Вот я свое делаю, и мне это прекрасно. Потому что я вижу, это интересно, и это красиво. Это уже немаловажно в современном искусстве. Вообще искусство, вещь очень сложная. Искусство должно делать человека лучше или умнее. Заставлять чувствовать или смеяться. Если же искусство не вызывает никакого чувства, как это бывает часто с современными фильмами, то мне кажется, это уже перестает быть искусством и становится индустрией. Все очень впечатляет. Вот от некоторых работ реально мурашки по коже бегут. Я не знаю, как у других, но у меня действительно это искреннее ощущение. В минувшие выходные Москву заполонили орки и эльфы. Но не пугаемся. Событие это традиционное и проходит каждый год. Мы его никогда не пропускаем. Из волшебного леса эльфы-тусовщики переместились в городские декорации. На этот раз организаторы Midsummer Night Dreams попытались воссоздать атмосферу берлинского рейва. Что из этого получилось, мы сейчас узнаем. Мы стараемся делать события. Стараемся, чтобы это все-таки приносило какое-то значение в жизни человека. И мы встречаем таких людей. Для кого-то это является переломными, поворотными моментами. Главная идея была принести жизнь в это новое место. И теми способами, которыми мы умеем. Это музыка, свет, декорации, инсталляции, актеры. Вот мы опять это все собрали. Место оживает. Я думаю, сегодня оно расцветет. Для нас интересно всегда, когда мы не знаем, чем это закончится, как это будет. И в этом и есть смысл. Если бы мы точно знали, что мы хотим получить в постпродакшене, то есть как в кино, например, то есть как бы нам было бы это не очень интересно. Нам интересно, когда вживую происходит это. У нас не было истории карнавалов, как в Венеции или в других странах. Поэтому у нас, наверное, в каждом человеке лежит лицедейство какое-то. Желание одеть маску и быть немножко лучше, чем ты на самом деле являешься. Поэтому я налепил самых дорогих бриллиантов. Одел лучший папин костюм, дедушкину шляпу. И каждый день хожу здесь около метро Бауманское. Люди, многие живут обычной жизнью. Для них это совершенно потрясающая возможность перевоплотиться, возможно, повести себя безумно, пойти по велению своего альтер-эго. Это круто. Пока наш оператор самостоятельно искал костюм эльфа, чтобы попасть на съемку, мамы-блогеры со всей страны воспользовались ситуацией и нарядились на вечеринке «Мама Пати» by Parents. Журнал «Счастливые родители» уже в который раз предложил самым популярным мамам Инстаграм и их детям встретиться вместе и изменить свой образ, пофотографироваться, сплести венки, пройти консультацию у нумеролога и, конечно же, попробовать угощение. А что еще нужно для счастья? Это мероприятие, вечеринка «Мама Пати» от журнала «Счастливые родители». В этом году журналу 20 лет. Это юбилейный год для нас, поэтому мы представили ряд безумно больших мероприятий от нашего бренда. И одно из них как раз вечеринка для самых известных мам-блогеров, которые проходят, собственно, сейчас. Мне кажется, это очень круто, когда не просто приходишь потусоваться, переодеться, а ты что-то делаешь своими руками, перекусить можно, ребенка можно накрасить, переодеть. И вам очень весело. Замечательное мероприятие. Действительно, здесь столько радостных эмоций. Мне сделали прическу, макияж, нередили. Еще мы с лучшей сплели веночек. Родители отчасти закапываются в своих делах, в рутине, и поэтому, когда мамам есть возможность вырваться из рутины, преобразить себя, и есть чем занять детей, мне кажется, это хорошая концепция. Журнал «Эльгиол» подготовил настоящий подарок для своих читательниц. В этот раз главной темой закрытого девичника стал актуальный и такой волнительный вопрос «Как стать звездой?» Организаторы подготовили мастер-классы по актерскому мастерству, техники речи и уроки звездного стиля. Мы сегодня собрались здесь в честь девичника «Эльгиол». Нашим основным гостем сегодня будет Клава Кока, которая стала героиней, собственно, сентябрьской обложки. Клава очень классная девчонкам. Она супер вдохновляющая, ну, то есть, как бы она звезда, но при этом она такая изи-гоуин, и она такая, может что-то посоветовать, очень простая. И у нее очень классные жизненные принципы. Я надеюсь, что она вдохновит девчонок, то есть наших читательниц и гостей этой вечеринки, своим примером успешной девушки. И наши читатели тоже будут к этому стремиться и становиться успешными. Сегодня каждая девушка мечтает стать звездой, популярным блогером, актрисой, певицей. И иногда эти таланты внутри нас очень глубоко скрыты. «Эльгиол» всегда старается вытащить их наружу, так скажем, проявить их. И сегодняшнее мероприятие, собственно, посвящено этому. Всем было много. В основном рассказывала о своем жизненном пути, о своей карьере, о том, через что мне приходится прыгать каждый день и о том, что чувствуют девчата там. Например, мы говорили о комплексах, и о мечтах, и о детских кумирах и так далее. То есть я надеюсь, что было интересно. Атмосфера на мероприятиях «Эльгиол» всегда очень классная атмосфера, на самом деле. Очень все дружественно, очень так уютно, очень миленько, вкусная еда, напитки. И можно встретиться со старыми друзьями, пообщаться. Я думаю, что тема девичников станет прям такой традиционной для «Эльгиол». Возможно, мы будем поддерживать каждый номер, каким-то таким мероприятием и звать, соответственно, героинь обложки или просто героинь номера, чтобы они смогли поделиться с читателем опытом уже вживую, не только в интервью. И чтобы читатель мог получить обратную связь и задать им вопросы. Вы когда-нибудь видели открытие фудкорта, которое по своему размаху не уступает светским мероприятиям? Мы видели. И можем с уверенностью сказать, что садовый буфет в аптекарском огороде – это самый неформальный фудкорт в Москве. Сегодня открытие официального садового буфета. Здесь находятся все владельцы, все шеф-повара, именитые гости, звезды, друзья журнала. Все сегодня здесь. Это место модное, потому что оно находится в историческом месте, в ботаническом саду, аптекарском огороде, МГУ. Вот. Ну, потом, конечно, важный момент, то, что здесь находится офис Fashion Collection. И когда несколько лет назад я туда попала и увидела все это потрясающее пространство, я поняла, что я хочу находиться здесь. Вот. И мы теперь создаем разные проекты, модные, как сегодня. Ботанический сад давно перестал быть только центром науки и образования, каким он являлся более чем три столетия. Он давно стал культурным центром, центром познавательного досуга, центром рекреации и отдыха. И, конечно же, для этого отдыха необходимо, чтобы люди могли где-то перекусить, где-то отдохнуть, где-то перевести дух, где-то выпить чашку чая, кофе, что-то поесть, а потом вернуться к огромной и разнообразной культурной программе Ботанического сада. Очень рады быть на этом месте, потому что здесь реально чувствуется здоровье, чувствуется, что это все, откуда это растет. И кажется, когда ты здесь находишь, что это еда, которую здесь кушаешь, прямо здесь и веришься на. Для обсуждения деловых вопросов очень важное значение имеет место, где они проходят. И, как оказалось, на подобное пространство существует мода. Последнее из полюбившихся нами мест стало Mercury Space. Сегодня в Mercury Space проходят коктейльные мероприятия, на котором собрались представители крупных компаний. В неформальной обстановке они обсудят тренды в сфере деловых и маркетинговых коммуникаций. IDS Night предложила нам провести вечеринку именно здесь и пригласить своих самых знаковых гостей. И Mercury Space это одна из площадок, которая позволяет разместить первое такое количество гостей, второе. Оно настолько современно и уникально, что другой площадки в Москве в принципе просто нет для такой тематики и для такой компании, как IDS Night. Встретилась со многими новыми интересными людьми и с давно любимыми, хорошими, знакомыми, друзьями. На высоком уровне все организовано, очень хорошие речи. Мне кажется, что очень хорошая компания и возможно сделаем хорошее сотрудничество. Вы смотрели World Fashion News и с вами была Ксения Базанина. Оставайтесь с нами и вы всегда будете в курсе последних тенденций, событий и открытий. Программа World Fashion News не позволит вам потеряться в изменчивом мире моды.